4 сезон пацанов завершился и можно сказать что хоть сезон и был спорным финал стал эпизодом который дал ему достойное завершение это заслуженно за 8 эпизодов мы увидели знакомых супов но также познакомились с новыми что изменило рейтинг самых сильных поэтому я решил ранжировать всех основных супов из шоу по их силам и способностям давайте начнем вот рейтинг всех супов и их сил в четвертом из сезоне пацанов предупреждаю в видео будут спойлеры номер 21 паутинщик на последнем месте в списке паутинщик думаю это понятно почему мы толком не видели его способностей в шоу только как он стрелял паутиной оказавшись в комнате с хомлендером он сломался как и большинство не виню его но он просто сдался и был разорван пополам он совсем не сопротивлялся то что фейерверк уговорил его пойти в ворт показала его податливость он заслуженно на последнем месте абсолютно бесполезный номер 20 иезекииль как и ткач паутины иезекииль был очередным супом этого сезона которого убили но хотя бы он оказал сопротивление иезекииль мог растягивать конечности и обладал обычными способностями после приема соединения фей силой и выносливостью однако его уничтожили за секунды разорвав на сотни кусков по всему фургону хоть он и был силен против человеческой формы мясника супу он оказался неровня номер 19 сплинтер сплинтер появился во втором эпизоде четвертого сезона как главный сторонник фейерверка он мог бесконечно умножаться и все его копии действовали независимо хоть он и был странным но все же смог как-то противостоять парням однако в итоге это оказалось слишком для него и его убили так что хоть он и не был сильнейшим но среди слабейших выделялся номер 18 петарда честно не понимаю как петарда до сих пор в семерке ее способности крайне слабые все что она может щелкнуть пальцами и вызвать искру даже старлайт ее победила в бою один на один так что ее силы совсем не впечатляют мы даже не знаем насколько она меткий стрелок однако единственное что ставит ее выше других это то что она смогла сблизиться с хоумлендером и узнать что ему нравится значит у нее есть мозги чтобы выжить и преуспеть номер 17 техно рыцарь способности техно рыцаря на самом деле довольно крутые его способность читать людей используя все чувства на максимуме помогало определять говорят ли правду однако у него были две серьезные слабости одержимость дырами и грязные мысли к тому же другие супы его не уважали особенно хоумлендер мы не видели его в бою а когда его сдерживали он не мог вырваться его силы хороши для расследований но бесполезны в бою мир 16 зои мы мало видели способности зои но в первой серии они оказались смертельными из ее рта выходят змееподобные существа с собственными ртами способные атаковать убивать и отрывать конечности она справилась с комнатой людей и чуть не одолела френчи и кимика за ее пребыванием в ред ривер будет интересно наблюдать она может повторить судьбу вики ньюман номер 15 оборотень силы и способности оборотня впечатляют он не только принимает облик других но и получает их воспоминания полностью копируя личность оборотень пули не пробиваем и отлично владеет боевыми навыками номер 14 черный нуар этот черный нуар интересен он слабее предшественника но держится в бою и умеет летать это дает ему большое преимущество этот черный нуар неопытен а нарколепсия его главная слабость он засыпает во время боя номер 13 глубина в воде глубина сильнейший супергерой но шоу происходит не в воде поэтому он ниже в рейтинге общение с морскими обитателями сверх сила и дыхание под водой впечатляющие способности однако мы видим как он использует только сверх силу он смог противостоять мяснику и ослабленный starlight когда прибыл поезд он продемонстрировал свою сверх силу понял что встретил достойного соперника и не смог его одолеть думаю дипа иногда подводят его собственный разум он очень эмоциональный что порой мешает ему номер 12 кимика кимика невероятно сильный суп с повышенной силой и хотя она не лучший боец она может регенерировать конечности и даже воскрешать себя в этом сезоне ей разбили лицо она восстановилась отрубили ногу она отросла ее убили но она ожила ее способности впечатляют м легко сдержал ее в финале что разочаровала меня я думал она сильнее номер одиннадцать хьюи старший мы видели хьюи старшего с силами лишь мельком но он был ужасающим без проблем с памятью его силы точно были бы выше в списке мы увидели что он мог проходить сквозь предметы и также мог делать это с людьми убивая их в мгновение ока его движение не заметишь его не видно в и остановить его можно было только если он сам решит умереть так что в другом мире его было бы трудно победить номер десять синди мы мало видели синди в шоу но она появилась в финале сезона у нее есть телекинез которым она может не только убивать но и крушить предметы самой опасной она выглядела во втором сезоне когда заставила кого-то просто взорваться похоже это не потребовало от нее особых усилий мы не видели всех ее способностей но страшно представить какой ущерб она может нанести думаю со временем она поднимется выше в списке номер девять эй трейн а трейн реально показал силу в этом сезоне сразившись с глубоким и черным нуаром в штабе его скорость главное преимущество делая его неуловимым без трекера хоумлендер и сейдж не могли его найти скорость отличное оружие в бою и способ уклонения думаю в финале его силы раскроются когда он вернется в битву от которой сбежал номер восемь виктория ньюман считал ньюман сильнейший но бутчер легко убил ее в этом сезоне закрой ей глаза и она бессильна ее способность взрывать головы и управлять кровью угрожала многим на протяжении сезонов однако в этот раз ее застали врасплох показав слабость защиты закрыв ей глаза ее легко одолеть поэтому она на восьмом месте номер семь сэм сэм вероятно сильнейший суп в джен фьюф но пока сложно сравнить его с персонажами пацанов мы видели как он легко сдержал комико но это все говорят сэм может убить одним ударом если захочет также он использует свою силу для дальних прыжков что дает ему хорошую возможность уклоняться при необходимости номер 6 кейт думаю способности кейт недооценивают в бою она слаба без особой силы и навыков но ее сила в другом если она достаточно близко то может заставить кого угодно делать что захочет это использовали на френче в финале сезона заставив его сесть в фургон но чаще всего в поколении в я ее сила в том что не нужно рисковать достаточно произнести пару слов она также может проникать в умы людей и слышать их мысли номер пять сестра сэйдж как и кейт сестра сэйдж не полагается на ближний бой ее сила в том чтобы быть кукловодом и наблюдать за происходящим она умнейшее существо во вселенной и может предсказывать события основываясь на действиях людей в финале мы увидели что все произошедшее было частью ее плана злая улыбка на ее лице показывала какой она человек она легко поставила правительство на колени и показала что она настоящий мастер манипуляций общаясь с хоумлендером как хотела и делая все что ей вздумается номер четыре старлайт когда старлайт в полной силе она определенно одна из самых могущественных суперов мы просто давно этого не видели так что не дайте себя обмануть в финале сезона мы увидели как к ней вернулись силы и она летала так как никогда раньше старлайт по сути поглощает электричество и выпускает его вспышками света ослепляя людей или используя как энергетические удары думаю она могла бы одолеть большинство суперов из этого списка мы также увидели ее силу в этом сезоне когда она сразилась с глубиной фейерверком и оборотнем так что она определенно мощный супер номер три мясник третье место в списке занимает мясник мы видели его силы лишь дважды но каждый раз люди купались в крови он легко убил из и кииля а затем также просто расправился с викторией ньюман ньюман считалась настолько сильным супом что для ее устранения хотели разработать вирус но мясник просто вошел и разделался с ней за секунды у мясника есть щупальца выходящие из груди каждая действует отдельно похоже они очень сильные ведь он разорвал ньюман пополам думаю мы видели лишь начало его сил и я жду не дождусь увидеть больше номер два райан райан по сути мини-хоумлендер он обладает всеми силами и постепенно превращается в молодую версию отца убивая каскадера и мэлори оставаясь безразличным к ситуации человечность райана делает его менее опасным чем хоумлендер но у него есть потенциал стать таким же сильным или даже сильнее отца если он захочет что крайне опасно думаю если бы райан контролировал свои силы он мог бы победить любого супера кроме отца номер один хоумлендер я всегда считал что это очевидно мы не видели никого кто мог бы соперничать с хоумлендером кроме солдатика и ребят способности хоумлендера очевидны мы видели их множество раз лазерное зрение сверхсила неуязвимость обостренные чувства и полет он просто сверхмощный во всех отношениях но главное что ставит его на первое место это страх который он вселяет во всех встречных в этом сезоне он был как бомба замедленного действия и взрыв был неизбежен хоумлендер жаждет похвалы и любви а без них слетает с катушек теперь получив желаемую политическую власть и продвигая превосходство супов он опаснее чем когда-либо рейтинги часто вызывают споры и хотя со временем они могут меняться сейчас я бы расставил супов в этом шоу так основываясь на их силах способностях и текущих ситуациях вот и все четвертый сезон пацанов рейтинг всех супов и их сил